Как принять вызов от потерпевшего, получить полную информацию о любом экстренном происшествии и оперативно направить помощь? Первые операторы завершают обучение для работы с системой 112. У нас впервые был такой урок, как нам очень необходимо по нашей специфике психология. Вообще очень интересный предмет был, там культура речи. Как правильно общаться, как правильно держать заявителя, как правильно расспрашивать, чтобы он не нервничал, успокоился и максимально точно передал информацию. Я, допустим, узнала о области, это характеристика территории Нижегородской области, дороги, какие у нас в Нижегородской области проходят, трассы федеральные, местные, сколько районов. Единый номер 112 поможет получить помощь быстрее. Звонок идет напрямую диспетчеру, а местоположение звонящего определяется автоматически. Оператор только уточняет подробности происшествия и сам отправит информационную карту в нужную службу. Самое главное, оператор сможет проследить и проконтролировать заявку. Мы видим даже, как службы реагируют. Если красный цвет загорается, то это еще запрос 112, зеленый, подключение. Когда уже среагировали группы, все становится белым цветом. То есть я могу посмотреть, какая была служба, как они отреагировали, с какой скоростью, преследить. Чтобы обучать операторов, нужны особые преподаватели. В учебном центре МЧС их 6. Подобраны преподаватели, которые для того, чтобы качественно проводить занятия, прошли переподготовку в Санкт-Петербургском университете противопожарной службы. Мы в течение двух недель занимались, и вот сегодня мы уже начинали практически отшлять подготовку первую категорию специалистов, которые будут осваивать систему 112, а в последующем и работать на этой системе. Всего за 2016 год подготовку и переподготовку пройдут около тысячи специалистов-операторов дежурно-диспетчерских служб и быстрого реагирования. На данный момент у нас набрана группа, которая обучается по системе 72 часа, и группа, которая обучается по 24-часовой программе. На данный момент у нас в основном обучаются операторы центра обработки вызовов, те, которые будут полностью принимать на себя всю информацию, обрабатывать данную информацию и отправлять далее по назначению. Официальное введение номера 112 для вызова оперативных служб произойдет только после прохождения государственных испытаний, которые запланированы на 2017 год. Сейчас номер действует только для абонентов сотовых операторов. Юлия Короткова, Владимир Гайдай, Объективно, ННТВ.